Здравствуйте, уважаемые коллеги. Позвольте представить вашему вниманию доклад иммуногистохимический профиль холангиокарцинома. К сожалению, Марина Александровна не смогла приехать, поэтому доклад буду зачитывать я. Надо вот сюда направлять. На сегодняшний день, согласно рекомендации ВОЗ, к первичным злокачественным материальным опухолям печени следует относить гепатоцеллюлярный рак, внутрипечёночную холангиокарциному, протоковую цистоденокарциному, гепатобластома и недифференцированная карцинома. Нас в данной ситуации интересует внутрипечёночная холангиокарцинома. На данном слайде представлены разные степени дифференцировки холангиокарцинома. Она имеет три степени дифференцировки. Это высоко дифференцированная, умеренно дифференцированная и низко дифференцированная. Высоко дифференцированная аденокарцинома имеет ацинарно-тробикулярный характер роста, попухолевые клетки, как правило, кубической формы, особильной и азинофильной цитоплазмой, центрально расположенным ядром, дисперсным хроматином. Низкой методической активности, как правило, не встречаются атипические метозы. Холангиокарцинома по размерам значительно меньше гепатоцитов и гепатобластов. И тробикулярные структуры, как правило, не склонны к продукции слизи. Что же касается низкой дифференцировки, то при низкой дифференцировке утрачивается полностью тубулярное странение, отмечается солидный характер роста опухоли, снижение ядерно-цитоплазматического соотношения, гиберхромия ядер и скудная и азинофильная цитоплазма, высокий методический индекс и атипические метозы, как правило, встречаются при низкой дифференцировке. Умеренно дифференцированная аденокарцинома занимает среднее положение между двумя этими. Стромальный компонент опухоли достаточно выражен как и при низкой дифференцировке, так и при высокодифференцированных карциномах. Он представлен волокнистой соединительной тканью, высоко воскуляризированной. В поляризированном свете коллагеновые волокна серио сред позитивны, обладают умеренным положительным двойным лучшим преломлением. Продолжение следует... Стромальный компонент опухолевой печеночной ткани Это установление первичности очага, если речь идет о типическом варианте строения. Но чаще всего мы встречаемся с типическими вариантами строения, которые на сегодняшний день, их выделено 7. Это эмоцинозный вариант строения, перстневидноклеточный вариант, саркоматматозный, светлоклеточный, лимфоэпителиомоподобный, мукоэпидермоидный, аденосквамозный. На данном слайде как раз и представлены одни из самых наиболее типично встречаемых вариантов строения. Когда морфолог сталкивается с таким вариантом строения, естественно, ему ничего не остается, как прибегнуть к дополнительным методам исследования, таким как иммуногистохимическое исследование. Опять повторюсь, если речь идет о первичном очаге, то в данном случае иммуногистохимический тоже не составит труда доказать природу холангиокарциномы. Иммуногистохимический профиль в данных случаях это выраженная диффузная цитокератин-7, положительная реакция при отрицательных цитокератин-20. При этом чаще всего наблюдается положительная реакция с антитилами к цитокератину-19. Вариабельная экспрессия мук-1, мук-2, мук-3, канцероэмбриональный антиген и ЕМО. На данном слайде хотелось бы продемонстрировать, что все-таки, когда мы сталкиваемся с опухолью печени, первый вопрос, который должен нас интересовать, первичная ли это опухоль, либо же она метастатическая. И наличие одного, даже нескольких очагов и их размеры не дает нам возможность окончательно поставить диагноз первичности или метастатического характера данного очага. В данной ситуации, когда мы задаемся этим вопросом, особенно если речь идет о биопсийном материале, а биопсийный материал, как мы знаем, это маленькое количество тканей, на помощь приходит опять иммуногистохимическое исследование. Но и здесь все не так просто. На данном слайде я представила как первичные, так и метастатические варианты опухоли, высокодифференцированные варианты опухоли печени. Вверху мы видим холангиокарциному и протоковую аденокарциному поджелудочной железы метастатического характера. Внизу это аденокарциномы тонкой кишки и аденокарциномы толстого кишечника. В данном случае здесь также и вписаны иммуногистохимические профили данных метастатических опухолей. Как мы видим, первичные цитокератиновые профили практически у всех у них одинаковы. Единственным исключением является колоректальный рак или опухоли толстой кишки, где мы видим и обязаны видеть выраженную экспрессию цитокератина-20 при отсутствии экспрессии цитокератина-7. И при наличии экспрессии такого специфического маркера, как CDX2, мы можем с высокой вероятностью, долей вероятности сказать о принадлежности данной карциномы к толстой кишке. Более сложная ситуация обстоит с протоковой аденокарциномой поджелудочной железы, но нам на помощь приходит такой специфический маркер, как DUPAN в сочетании с С-125. Экспрессия, если нам повезло, и мы имеем экспрессию данного маркера, то мы также с высокой долей вероятности относим эту карциному к протоковой аденокарциноме поджелудочной железы. Более сложно развести холангиокарциному и аденокарциному метастатического характера тонкой кишки. Цитокератический, иммуноцитокератический профиль у них одинаковый. Специфических иммуногистохимических маркеров для них не существует. Поэтому зачастую, а иногда даже невозможно отдифференцировать две эти опухоли друг от друга. В последнее время очень много сообщений в литературе посвящено такому маркеру, как Велин. Это актин, связывающий белок. Он экспрессируется исключительно на щёточной каёмке эпителия и чаще всего протоков. Но его экспрессия абсолютно не исключается и в высокодифференцированных аденокарциномах тонкой кишки и аденокарциномах желудка. Если мы будем сочетать данный маркер с такими маркерами, как цитокератин 7, 8, 18 и при наличии выраженной экспрессии цитокератина 19, то с большей долей вероятности мы можем говорить, что данная опухоль наиболее характерна для первичной холангиокарциномы. Но утвердительно 100% мы не сможем ответить на этот вопрос. Вопрос был посвящён метастатическому или первичному характеру опухоли. Но пересмотрев наш архив и пересмотрев тяжёлые случаи дифференциальной диагностики, мы также пришли к такому мнению, что достаточно тяжело на уровне гемотоксилина и аязина отдифференцировать низкодифференцированную холангиокарциному от низкодифференцированного гепатоцеллюлярного рака. Поэтому несколько слов будет посвящено иммуногистохимическому профилю этих двух опухолей. Как известно, гепатоцеллюлярный рак и гепатоциты, слава богу, имеют свой специфический маркёр. И независимо от степени дифференцировки, он будет экспрессироваться в той или иной выраженности степенности. Называется этот маркёр ГЕПАР-1. На данном слайде вверху представлено низкодифференцированный гепатоцеллюлярный рак, а внизу высоко и умеренно дифференцированный холангиокарцинома. Холангиокарцинома, как всегда, будет экспрессировать свой цитокератиновый стандартный профиль. Это цитокератин 7+, цитокератин 19+, чего не будет наблюдаться ни в коем случае при низкодифференцированной, высокодифференцированной гепатоцеллюлярном раке. Зато гепатоцеллюлярный рак, как мы видим со слайда, обязательно должен сэкспрессировать ГЕПАР-1 и в сочетании с альфа-фетопротеином. На данном слайде я попыталась представить вам экспрессию ГЕПАР-1 слева на слайде при низкодифференцированном гепатоцеллюлярном раке. Очень интересный факт, на который мы обратили внимание, это реакция гепатоцитов на периферии опухолевой ткани при первичной холангиокарциноме. В некоторых случаях мы наблюдали метаплазию, а также и дисплазию гепатоцитов на границе опухоль-здоровая ткань. В данном случае гепатоциты были увеличены несколько раз, появлялась многоядерность клеток и выраженная дисплазия. Данный феномен мы расценивали как смешанный бифенотипический рак, сочетающийся с холангиокарциномой и гепатоцеллюлярным раком. Хотелось бы подвести итоги моего сообщения, и хотелось бы повториться, что на данный момент экспрессия в сочетании цитокератина-19 и Велина, на наш взгляд, является на данный момент основополагающим в дифференциальной диагностике холангиокарцином от метастатических и первичных пухолей печени. Также необходимо отметить, что в 1,3% экспрессия цитокератина-19 может наблюдаться в гепатоцеллюлярном раке. На сегодняшний день только комплексное исследование с использованием морфологических исследований, иммузно-гистохимических исследований и с сочетанием с сопоставлением клинических данных позволяет обеспечить достоверную диагностику первичных и метастатических поражений печени. Спасибо за внимание. Вопросы по докладу? Скажите, пожалуйста, а вы каким опытом располагаете по малой биопсии? Вот этот весь материал, который вы предложили, это сколько-то там, 100 случаев, 20 случаев, 30? Это около 150 случаев, но это не все мои случаи, то есть данный опыт, накопленный в нашем диспансере, я просто его представляю. Морфологически это малый биопсий или это операционный материал? В основном биопсийный материал. Да, здесь есть и операционный материал, но в данном случае мы учитывали биопсийный материал, потому что именно диагностика биопсийного материала и составляет трудности. Он составляет большинство ваших случаев? Да. А какой вы практический панель предлагаете, скольких маркеров для практического применения, если встать такой вопрос? Вот сколько это должно быть? 10, 15, 5? Я поняла вопрос. Дело в том, что если мы имеем дело с биопсийным материалом, то у нас всегда есть риск, страх выработки этого материала, то есть того, что его может не хватить. Он во всех есть. Да, естественно. Поэтому мы делаем этапность. Мы делаем первичную цитокератиновую панель и в зависимости от результатов мы продолжаем двигаться. То есть мы не расписываем большое количество иммуногистохимических маркеров с целью экономии биологического материала. А как вы считаете, субъективный человеческий фактор во многом присутствует при диагностике? Обязательно во многом присутствует. Да. Скажем так, выработанных однозначных алгоритмов диагностики на данный момент нет, и человеческий фактор всегда присутствует. К сожалению. Спасибо. Еще вопросы? Спасибо за интересный доклад.